Здравствуйте! Это телеканал Оркин Медиа в студии Виктория Буханцева. Сегодня информационная служба подводит итоги недели. Коротко о том, какими событиями она запомнилась. По итогам года Аким Балхаша отчитался перед населением. Попались в сети. Двое балхашцев стали жертвами интернет-мошенников. Мошенники используют эти сим-карты один раз. Не довезли. Мусор со всего Балхаша сваливает, не доезжает до свалки отходов. Наши машины не доезжают, не имеют возможности доехать до полигона. Аким Балхаша отчитался на этой неделе перед населением. Александр Аглиуллин рассказал о проделанной работе за 2018-й. В прошлом году в городе построили два 45-квартирных дома, провели ремонт дорог и благоустроили 10 дворов. Жители задали градоначальнику вопросы. Подробности далее. Начал свой доклад градоначальник со строительных итогов. В 2018-м ввели в эксплуатацию 16 тысяч квадратных метров жилья. В 10-м микрорайоне построили два 45-квартирных дома. При этом 186 семей получили жилье. За счет спонсоров восстановили 27-квартирный жилой дом по улице Сейфулина. На этот год тоже есть планы. В текущем году планируется начало строительство двух 45-квартирных жилых домов, также 10-м микрорайоне, по системе ракопрограммы «Монгузяк». В городе отремонтировали четыре автомобильные дороги по две микрорайони «Кунырат» и в поселке Гульшат. На 2019-й запланировали работы еще на шести улицах. По программе «Мой двор» благоустроили 10 дворов, еще 7 в списке на этот год. Провели реконструкцию улицы Ленина. Рассирование было приостановлено, а исправление замечаний переселено на весну этого года. Это в теплое время, когда будет возможность помоять эмоциональные работы, подрядчика к исправлению замечаний недостатка. В прошлом году Балхаш посетили 28 тысяч гостей. Им оказано услуг на 258 миллионов тенге. Для развития туристической отрасли планируют выделить больше 3 миллиардов тенге на подведение инженерной инфраструктуры к объектам туризма. На эти средства проведут реконструкцию линий электропередач, строительство дорог, системы канализации и водопровода у залива Бухты Бертес. Для развития туризма у нас в целом в районе Бухты Бертес имеется 60 гектаров свободных земельных участков. И, пользуясь случаем, призвать всех желающих принять участие в этом конкурсе и внести свою электру в развитие туризма в нашем городе. После отчета жители города задавали свои вопросы. Балхашцев интересовал график благоустройства дворов. Жители частного сектора и 10 микрорайона пожаловались на проблемы с отоплением. Были вопросы и о наболевшем. Такой самый злобобный вопрос, как горожанки, это полит нашего города и, в частности, нашего сектора. Я вам хочу заверить, что в этом году, в первую очередь, поменяв магистральные травопроводы и левого, и правого водоводов поливной системы, мы добьемся хорошего давления и тем самым сможем догнать воду в жидовых районах. В эти же деньги уходит частичное восстановление поливных районов. Ольга Сивуха, Виктория Буханцева, Мурат Балатбеков, Аркенмедиа. Весной в семи балхашских дворах начнется ремонт. Власти города назвали адреса, которые попали в список благоустройства на этот год. Если в бюджете появятся дополнительные средства, изменения ждут еще три двора. Двор по адресу улицы Жильтоксан-11 давно в перечне проблемных. Каждую весну и осень придомовую территорию топят талые воды. Причину потопов до сих пор выясняют коммунальщики. Чистка дренажей не помогает. Кроме того, во дворе нет тротуаров и детской площадки. В этом году адрес попал в программу благоустройства. При благоустройстве дворовых территорий учитывается полное асфальтирование дворовых территорий. То есть у нас есть ливневка по улице Жильтоксан. То есть талые воды, помимо этого все дождевые воды будут стекать на Жильтоксан. При проведении благоустройных работ будет учитываться уклон в сторону Молдоголовой. Всего в 2019 году благоустроят семь дворов. Это Ленина 38-40, Жильтоксан 11-12, Жильтоксан 15, Шашубая 16, 12-й микрорайон 1-5, Сейфулина 34-36 и 36А и Молдоголова 1-2-3-4. На это из бюджета выделили 159 миллионов тенге. Работы планируют начать весной. Если выделят дополнительные средства, список планируют расширить. В этом году, который семь дворовых территорий, это все дворы остатки 2018 года. То есть мы на один год уже отстали. Дополнительно мы сейчас подготовили бюджетные заявки на три двора. Это остаток 2018 года и один дом 2019 года. Жители Балхаша жалуются на то, что машины коммунальных служб сваливают мусор, не доезжая полигона. Очевидцы утверждают, что отходы выгружают в сотнях метров от отведенного места. Оказалось, что спецтехника просто не может проехать к свалке из-за снега. А организация, которая раньше обслуживала полигон, больше не вправе этим заниматься. Разбирались в истории журналисты Орген Медиа. Машины фирмы «Балхаш-Универсал» уже месяц выгрожают мусор со всего Балхаша в нескольких сотнях метров от свалки. Проехать до полигона отходов не позволяют снежные заносы. Дорогу с начала года никто не чистит. В день с города сюда вывозят почти 40 тонн отходов. Не чистят наши машины, не доезжают, не имеют возможности доехать до полигона. На самом полигоне такая же обстоит ситуация, проблема. Не убирается то, что нет спецтехники. Мы со своей стороны написали ряд писем и в Горкомхоз, в ЖКХ, в Акимат города Балхаш. До конца 2018-го полигон обслуживала фирма «Горкомхоз-2012». Однако с нового года организация оказалась не в праве этим заниматься. Об этом было сказано в официальном письме в ответ на запрос «Балхаш-универсал». То городское коммунальное хозяйство 2012 сообщает вам о том, что не может заключить с вами договор в связи с тем, что разрешение на эмиссию в окружающую среду для объектов 1, 2 и 3 категорий закончилось 31 декабря 2018 года. По всем вопросам обращаться в ГУ отдел ЖКХ города Балхаш, так как они являются в данный момент владельцами мусорной свалки, расположенной по адресу трассы Алматы-Екатеринбург. В отделе ЖКХ рассказали, что городской полигон действительно сейчас некому обслуживать. Идут поиски подрядной организации, которая приобретет разрешение на эмиссию. Кроме того, ситуация возникла из-за того, что техника, которая имеется у служб, не справляется с большими снежными заносами. Последнюю проблему уже решили. Найти спецмашины удалось в медной компании «Конрад». Уже завтра техника выйдет на дорогу к полигону. Медная компания «Конрад» предоставляет нам технику, большой погрузчик, пятикубовый. Помимо этого, он предоставляет нам одну технику автогрейдера, которая специально рассчитана для уборки снега. Поэтому мы с завтрашнего дня начнем уборку. То есть полностью до полигона постараемся в течение трех рабочих дней вывести снег, чтобы дорогу очистить и поставить. В течение места, которое больше выкидывали, мы его силами «Балхаш-юниверсал» отвезем его на полигон. Два жителя «Балхаша» стали жертвами интернет-мошенников с начала года. Доверчивые граждане перевели на счет преступников 50 и 100 тысяч тенге. Первый пострадавший решил заказать через сайт мотор на автомобиль. Нашел продавца, договорился о сроке поставки и перечислил на его «Киви» кошелек больше 100 тысяч тенге. Когда товар не пришел, а телефон поставщика оказался отключен, обратился в полицию. Вторая жертва интернет-аферистов отдала им 50 тысяч тенге. В ответ те обещали вернуть сумму с процентами, но пропали. В прошлом году на уловки интернет-мошенников попались 19 человек. Вычислить преступников не удалось. В чем сложность раскрытия данных преступлений? Когда мы начинаем производить проверку, те граждане, которые получаются мошенники, они используют эти сим-карты один раз. То есть, когда мы начинаем проверять, они не зарегистрированы ни на кого. В связи с этим мы просим гражданам города Балхаша не верить мошенникам. В прошлом году больше, чем у 150 балхашцев впервые обнаружили рак. Большую часть злокачественных образований медики выявили во время скрининговых осмотров. Возраст пациентов, взятых на учет, от 30 до 80 лет. На первом месте по количеству диагнозов рак легкого – 30 человек. У 27 балхашцев обнаружили рак кожи. Рак молочной железы выявили у 17 женщин. Еще 25 жителей взяли на учет с диагнозом рак желудка прямой и толстой кишки. Основная часть этих пациентов узнала о диагнозе случайно. Врачи выявили последние стадии болезни. Все пациенты, можно сказать, готовились к операции. Из-за этого обязательно сейчас ФГДС пройти надо. Они прошли и в ходе этого были обнаружены вот эти заболевания. Редко кто обращается с жалобами. Был только один пациент, у которого был синхронный рак. То есть, этот рак развивался одновременно и в пищевой, и в желудке. Всего по городу с диагнозом рак на разной стадии на учете состоят больше 900 балхашцев. Все пациенты направлены в областную онкологию и проходят лечение. В целях профилактики и раннего выявления болезни в эту субботу, 9 февраля, в первой поликлинике пройдет день открытых дверей. С 8 утра до 11 часов жители будут принимать терапевты, гинеколог, онколог и хирург для состоящих на учете по онкологии. Мы продолжаем выпуск. Смотрите далее. Вкус победы в Балхаше выбирают лучших будущих поваров. Оцениваем по разным критериям. Это вес, это качество, это температура подачи. Воздушное состязание, турнир по авиамоделированию прошел в Балхаше. Музыкальный презент спонсоры подарили профессиональные флейты школе искусств. У детей раскрываются возможности исполнять более серьезные произведения. В Балхаше выросло число продавцов алкоголя. Сейчас в городе зарегистрировано больше 280 реализаторов спиртного. В прошлом году их было на 20 меньше. 276 предпринимателей занимаются розничной продажей горячительных напитков. 7 – оптовики. С нового года для реализаторов спиртного вместе с МРП выросла оплата за лицензию. Так, оптовикам придется платить чуть больше полумиллиона тенге. А розничным торговцам – около 150 тысяч тенге. Сумму можно вносить раз в год или ежеквартально. Равными долями можно оплатить не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 25 декабря. В случае несвоевременной оплаты будут выставлены уведомления. В связи с неисполнением уведомления будут применены административные штрафы. Продолжаем выпуск. В Балхаше соревновались будущие повара. В колледже сервиса прошел отборочный турнир международного проекта WorldSkills. В течение трех дней студенты готовили салаты, супы, гарниры и горячее. Оценивали блюда профессиональные повара, кондитеры и преподаватели. Наблюдала за процессом и наша съемочная группа. Будущий повар Айдос Досымбеков сервирует отчетное блюдо конкурса «Котлету по-киевски». Куриное отбитое мясо уже обжарено в панировочных сухарях. Кусочки лимона, горошек и специальный соус дополняют вкус и украсит блюдо. На гарнир студент подготовил картофельный гратен. В конкурсах участвую, почти точнее сказать, с первого курса. Хотел проверить свои знания, силы. Хотел узнать, как оценить меня в жюри. Сказать мне мои баллы, как я готовлю, как я оформляю все. В отборочном туре проекта WorldSkills среди поваров соревновались семь студентов. В течение трех дней участники готовили салаты из морепродуктов, нарезки из овощей и фруктов, суп-пюре и горячее. На приготовление блюд отводили от двух до четырех часов. Оцениваем по разным критериям. Это вес, это качество, это температура подачи, сервировка, оформление. Как профессионал могу сказать, что дети очень хорошо подготовленные, достигают хорошего уровня. Помимо поваров, отборочные туры на участие в международном проекте состоятся среди парикмахеров и кондитеров. Они будут соревноваться на следующей неделе. Имена трех победителей озвучат на награждении 28 февраля. Балхашские школьники соревновались в запуске самолетов. В воздух поднялись планеры, которые воспитанники кружка авиамоделирования сделали сами. Чья конструкция пролетела дольше всех и удалось ли побить прошлогодний рекорд, расскажем в сюжете. 13-летняя жена Салкалы готовит свой летательный аппарат к запуску. Чтобы самолет как можно дольше продержался в воздухе, нужно до упора закрутить винт, который вращается за счет резинки. Максимум 300 оборотов. Последнее наставление учителя и планер отправляется в полет. В кружок авиамоделирования я хожу уже три года. Этот самолет делал сам около месяца. Он очень легкий и хрупкий. Запускать его нужно аккуратно. На тренировках самолет летал от 30 секунд до минуты. Здесь у меня первый результат – 18 секунд. Самолеты класса К-1 весом около 10 граммов собирали из самых легких материалов. Каркас из древесины, бальзы, а крылья из полиэтиленовой пленки. Соревновались в авиатурнире 14 участников. Каждый провел по три запуска. По сумме общего времени определили победителя. 112 секунд продержался в воздухе планер Нурай Куандыка. Он и стал лучшим. Их сложно настаивать, потому что они очень хрупкие, легкие. Гнутся какие-то перекосы и меняется там летное качество. И запустить надо плавно, не толкать никак. Вот метательные планеры там, они помощнее их кидают. А их надо просто отпустить. У нас вот максимум в прошлом году был рекорд – три минуты. В этом году минута 20 секунд. После воздушных соревнований перешли к наземным гонкам. Показать навыки фигурного вождения решились больше 10 участников. Задание простое – проехать круг за максимально короткое время и не сбить кегли. Лучше всех с этим справился Алишер Готов с моделью собственной сборки. Балхашские предприниматели подарили две флейты школе искусств. Музыкальные инструменты стоимостью больше трех миллионов тенге привезли из Москвы. Флейты вручали торжественно в актовом зале школы искусств. Один из инструментов – профессиональный японской фирмы «Мурамацио» стоимостью 2 миллиона 700 тысяч тенге. Второй – полупрофессиональный «Ямаха» обошелся спонсором чуть больше 600 тысяч тенге. Таких инструментов в арсенале школы искусств не было. Подарок юным музыкантам и педагогам сделали Союз предпринимателей и корпорация «Казахмыс». По Казахстану, музыкальных школах таких флейт ни у кого нет. Такие флейты имеют только профессиональные музыканты, к примеру, Астана-Опера. У детей раскрывается возможность исполнять более серьезные произведения, потому что их флейты, к сожалению, не вытягивают. Всего в школе искусств по классу флейта обучаются 13 школьников. Все – призеры и лауреаты республиканских и международных конкурсов. На днях несколько воспитанников вернулись с призовыми местами. С отборочного тура международного конкурса в Астане Михаилу Третьякову, Амине Адельгожиной и Юлии Сазоновой присудили вторые и третьи места. В основном ученики были специализированных школ. И было очень трудно, но я заняла третье место и исполняла рассказ Цибина и фантазии Кармен. В эти выходные в городе пройдут соревнования по волейболу. Среди сборных команд разыграют Кубок Акима города. А на следующей неделе стартует республиканский турнир по боксу. Где и во сколько пройдут мероприятия, расскажем в еженедельной рубрике «Афиша». В субботу, 9 февраля, балхажцы встанут под сетку. На площадках ФОКа и стадиона «Металлург» пройдет открытый турнир по волейболу. Десять сборных молодежных команд поборются за Кубок Акима города. Повалеть за команды приглашают в 10.00. На следующей неделе в Балхаж съедутся лучшие боксеры со всей страны. 13 февраля в городе стартует республиканский турнир по боксу в памяти тренеров Александра Апачинского и Владимира Тулупова. Определять победителей будут в течение трех дней. Посмотреть бои можно с 12.00. 13 февраля балхажцев приглашают на выставку, посвященную столетию участника Великой Отечественной войны Николая Липовки. На экспозиции представят личные документы, фотографии и расскажут биографию фронтовика. Вход открыт с 11.00. В следующую пятницу во Дворце культуры пройдет концерт в честь воинов-афганцев. Выступать перед зрителями будут артисты культурно-досугового центра. Всех желающих ждут в 15.00. Вход свободный. Акмар Алхасина, Руслан Сипен, Оркин Медиа. Страшный пожар в Астане унес жизни пятерых детей. А в Павлодарской области от угарного газа погибла целая семья, включая беременную женщину и двое детей. В Казахстане пациенту вживили первый беспроводной сердечный имплант. Подробнее об этих и других новостях страны и мира в рубрике «Дайджест». В огне страшный пожар в Астане унес жизни пятерых детей. 4 февраля на территории частного дома примерно в 3 часа ночи загорелась времянка. Внутри было пятеро детей 13, 10, 5 и 3 лет. Самое младшее было всего несколько месяцев. Мать работала в ночную смену фасовщицы, а отца вызвали на работу. Девочки остались одни. К приезду пожарных огонь охватил строение полностью, обрушилась крыша. Сестры погибли по заключению экспертизы от отравления продуктами горения. 6 февраля произошел еще один несчастный случай. В Павлодарской области беременная женщина, ее гражданский муж и двое детей 15 и 12 лет отравились угарным газом и погибли. Причиной стало неисправное печное отопление. У погибшей остались две дочки 17 и 19 лет. Власти пообещали приобрести для них жилье. Медицинский прорыв. Первый беспроводной сердечный имплант. Вживили пациенту в Астане. Казахстанский кардиохирург Юрий Пя вместе с коллегами из Израиля, Италии, США и Чехии провел первую операцию по имплантации устройства для поддержки сердца на беспроводной зарядке. Отечественные специалисты около 10 лет занимаются разработкой и созданием полностью имплантируемого устройства, которое позволит пациентам с сердечной недостаточностью жить без прямого подключения к внешнему источнику питания. Аккумулятора хватает на 8 часов работы. На время подзарядки пациенту нужно надеть нагрудный ремень. Все данные устройства и показатели сердца отслеживают специальные часы пациента. 25-летний пациент, который первый получил имплант, до операции находился только в своей комнате, а теперь может гулять и даже плавать. Победный старт. Женская сборная Казахстана по теннису выиграла первый матч в Кубке Федерации. В квалификационном турнире, который проходит с 6 по 9 февраля в Астане, завершилась игра между Казахстаном и Таиландом. Победу в этом поединке одержали хозяйки корта, разгромив гостей со счетом 3-0. В заключительной встрече на корт вышли Галина Воскобоева и Анна Данилина, с одной стороны и Пинтер Плейпуэч, и Варуньявон Тенчай, с другой. Сильнее в этом противостоянии оказались казахстанки 6-3. Поединок длился 1 час и 14 минут. Женскую сборную Казахстана считают фаворитом в квалификации, потому что раньше, играя дома, она уже дважды пробивалась в плей-офф второй мировой группы Кубка Федерации. Произошло это в 2013 и в 2017 годах. Возрастные ограничения на Гавайях будут продавать сигареты покупателям, которым не меньше 100 лет. Новым законопроектом предусматривается повышение возраста покупки сигарет до 30 лет, к следующему году до 40, 50, 60 в каждом последующем году. И так пока не дойдет до 100 лет в 2024 году. На Гавайях действует один из самых строгих законов, регулирующих продажу табака. В 2016 году острова стали первым американским штатом, где возраст продажи табака увеличили до 21 года. Это были новости недели. Следующий выпуск смотрите в понедельник в 20.15. Хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова